Будьте в один момент я тут, а через мгновение я уже вон там. Я будто управляю реактивным двигателем, что также связано у меня с плохими воспоминаниями. Это плохое место. Тем не менее, для таких как я есть хорошие новости. Тормоза. Они все вернули на свои места. Мои глаза вернулись назад, мои легкие снова спереди. Если вы сами хотите испытать эту феноменальную скорость, вам понадобятся две вещи. Во-первых, кругленькая сумма, ведь она стоит 1,15 миллиона фунтов. Во-вторых, гоночная трасса. Эта компания действует так же, как Феррари для модели FXX. Когда вы покупаете машину, они доставляют ее за вас на трассу, обеспечивая также команду обслуживания. Вы ее ведете, делаете в штаны, потом они ее забирают и моют за вас. Поскольку это электромобиль, вам будет интересно узнать дальность хода. Конечно, если вы поведете ее по гоночной трассе, батареи у вас сядут довольно быстро. Положительная сторона в том, что они заряжаются всего 45 минут. Отрицательная сторона в том, что для зарядки батареи нужно вынимать. А поскольку они весят по 317 килограммов каждая, вы не сможете это сделать самостоятельно. С ними немного больше возни, чем с баком бензина. Тем не менее, если вы фанат электромобилей и вас соблазняет Нио, вам интересно будет узнать, что он вполне породистый. Есть доказательства того, что конструкторы этого автомобиля действительно знают свое дело. Начнем с того, что производитель EP9 также имеет команду Формулы Е. Команду, которая выиграла первый чемпионат в 2015 году. И до недавних пор сам EP9 держал круговой рекорд на Нюрнбург-ринге. С потрясающим результатом в 6 минут и 45,9 секунды. А это означает, что он умеет ездить быстро не только по прямой. Он оборудован активной подвеской, у него активная аэродинамика. Управление вектором тяги. И все это означает лишь одно. Зацеп. Какой у него зацеп? У него есть монитор, на котором каждое из четырех колес в полноприводной системе постоянно отслеживается и контролируется бортовым компьютером автомобиля. Добавьте к этому активную аэродинамику этого широкого крыла, а также диффузор, расположенный по всей длине машины. И машина будет производить больше прижимной силы, чем гоночный болид. Господи! Это все равно, что вести осьминога. Несомненно, что как образец инженерного искусства, него весьма впечатляющий автомобиль. Теперь давайте вылетим из рогатки. Но что мне нравится в нем больше всего, это то, что благодаря его сцеплению, я могу гонять на нем по нашей трассе целый день и оставаться в правильном положении. А с моей стороны лучше комплимента и быть не может.